Всем привет! Xiaomi производит дикое количество электроники каждую неделю, показывая улучшенные новинки или новые разработки. Сегодня будем говорить о лучшем ультрабюджетнике, Redmi 4 Prime. Насколько он хорош или плох, стоит ли его покупать и есть ли что-то лучше за эту цену. Поехали! Обратите внимание на интересный проект на бумстартере Cubus. Это полностью автономный умный светильник. Проект уникален тем, что управляется не только через Wi-Fi, но и жестами или по щелчку пальцев. Умеет воспроизводить цветомузыку, уведомлять о звонках и сообщениях. Самое главное, что разработчиком выступает молодая команда из Нижнего Новгорода. Очень прошу поддержать ребят, ссылка на проект есть в описании. Внешний вид Redmi это что-то среднее между Redmi Note 4 и Redmi 3. Он все такой же компактный 5-дюймовый симпатичный засранец, но его сборка стала определенно лучше. Металла в крышке побольше, цвета такие серьезные. По размеру Redmi 4 Prime можно сравнить с iPhone 7, только у Redmi экран 5 дюймов, а у iPhone на 4,7. И размер это, пожалуй, единственное, что можно сравнивать у этих двух смартфонов. Сборка для такого ценового сегмента на 10 из 10. Держать смартфон в руках приятно, удобно, внешне он выглядит дороже своей цены. Дисплей 5 дюймов с разрешением Full HD. Это хороший экран с углами обзора близкими к максимальным. Есть небольшая инверсия черного цвета, но для IPS-матрицы это нормально. Тач распознает до 10 одновременных касаний, плотность точек 443 ppi. Защитное стекло 2.5D за время использования не поцарапалось. Дисплей заслужил оценки 8 рукастых китайцев из 10 по шкале охренительности экранов. Что мне в экране не понравилось, это не совсем адекватная регулировка яркости. Елозишь пальцем этот чертов ползунок, но яркость начинает меняться только в последние четверти всего расстояния ползунка. Оперативки 3 гигабайта типа LPDDR3, постоянка 32 гига и EMMC 5.1. Ее можно расширить microSD карточками до 128 гигабайт. Флешка вставляется вместо второй симки. Каких-то проблем с оперативкой я не обнаружил, тут все в точности так же, как и на любом другом смартфоне Xiaomi с 3 гигабайтами оперативной памяти. В качестве процессора используется новинка Qualcomm Snapdragon 625, работающий на тактовой частоте до 2 ГГц. В его структуру входит 8 вычислительных ядер CPU Cortex-A53, модем X9 LTE, а также видеочип Adreno 506, работающий на тактовой частоте до 650 МГц. Он поддерживает OpenGL ES 3.1 Plus и выдает 130 гигафлоп с производительности, что примерно на четверть слабее, чем Snapdragon 650, установленный в Redmi Note 3 Pro. Для бюджетника это хорошие цифры, хорошее железо. Если вы подобное делали, например, в Samsung, то цена на смартфон была бы в районе 300-350 долларов. Redmi 4 Prime набирает в Antutu чуть более 61 тысячи попугаев, Geekbench 4 827 сингл-кор и 2823 мульти-кор. Тест на троттлинг также хорошо себя проявил. Начало теста ультра-настройки графики 45,6 FPS, в конце 44,8 FPS. Низкий 59,9 в начале и 59,9 в конце. Потерю вполне можно считать на уровне статистической погрешности. Троттлинга не просто нет, а его вообще нет. С нагревом всё также в порядке. В пике на батарее мне удалось его разогреть до 43,2 градусов, а на ядрах температура не превышала порог в 65. В руке нагрев ощущается как тёплый, но не более того. Разогреть смартфон повседневными задачами невозможно, он всегда холодный. Стресс-тест батареи также показал отличные результаты. На максимум подсветка экрана, включённые все беспроводные модули связи, параллельное скачивание и установка тяжёлых игр из Play Market, плюс Epic Citadel на ультра-настройках графики, работающей в фоне. Результат 4 часа 55 минут. Рекорд на данный момент принадлежит Redmi 3S, который прожил 5 часов 9 минут, но у него слабее железо и меньшее разрешение экрана. Статистика разряда батареи ровная, спадов, обрывов нет, что свидетельствует о хорошем качестве аккумуляторной батареи. Сама батарея на 4100 мАч, как заявлялось, поддерживается быстрой зарядкой, но стоковый зарядник выдаёт лишь 5 вольт 2 ампера. Лично я не ощущаю разницы во времени заряда, что в прошлых Redmi, что в новинке. На полный заряд с нуля до 100% уходит около 2 часов 20 минут. Зато по автономности линейка Redmi всегда была на несколько шагов впереди конкурентов. Мне заряды батареи хватает на сутки активной работы, или на двое суток не очень активной. Есть фирменные технологии энергосбережения. Это когда смартфон тушит все фоновые процессы, и в таком случае телефон может прожить целые недели в режиме звонилки. В игровой производительности с учётом ценника и класса устройства всё очень хорошо. Тянет всё, даже самое тяжёлое, вроде GTA, без особых проседаний фреймрейта. Но не на ультра настроях графики, стоит это признать. В целом я бы сравнил его по игровой производительности со смартфонами на Helio X20. Для бюджетника это хорошие показатели. Я бы назвал его игровым для своего класса. Кстати, есть ещё младшая версия, Redmi 4 на 430 Snapdragon. И вот у неё с играми не всё так хорошо. Меньше памяти, как оперативки, так и постоянки. И при этом Redmi 4 и 4 Prime не сильно разнятся в цене. И если вы выбираете между тем, чтобы сэкономить 30 долларов, но взять смартфон себе послабее, или доплатить, но взять лучше, я советую не жадничать и доплатить. Тем более, что сумма не такая уж и большая, а вот разница будет ощутима. Redmi поддерживает частоты 4G в FDD LTE в бендах 1, 3 и 7. Так что, кому важна 20-я полоса, то нет, он её не поддерживает. В Казахстане 4G будет работать только Valtel и Tele2, остальные операторы только 3G. По части связи я не обнаружил никаких проблем, ничего не отваливается, спутники видят быстро, геолокация осуществляется по GPS, GLONASS или Beidou. Собеседник меня слышит хорошо, я собеседника тоже. Wi-Fi модуль стандарта 802.11 ABGN, Bluetooth 4.2 и есть инфракрасный датч. То есть можно использовать смартфон как пульт для управления различной техникой. Из аппаратных фишек есть сканер отпечатков пальцев на задней крышке. Работает хорошо. А также есть FM-радио. Работает тоже хорошо. Основная камера в Redmi 4 Prime переехала на центр задней крышки, будто бы переманивая к себе всё внимание, говоря нам, что вот, я-то уж точно снимаю лучше своих предшественников, но фактически изменений по сравнению с Redmi 3, 3 Pro, 3S нет совершенно никаких. Основная камера по-прежнему состоит из 5 линз, имеет разрешение 13 Мп и апертуру f2.2. К детализации с учётом ценника у меня претензий никаких нет. При хорошем освещении фотографировать смартфон очень неплохо, но вот в сумерках бюджетность камеры выдаёт отвратительный динамический диапазон. И, конечно же, шумы. Автоматика как может старается сделать хороший снимок, но получается не всегда хорошо. Я всегда считал камеры в Redmi лучшими в своём ценовом диапазоне. Redmi 4 Prime не исключение, хотя можно немного докинуть до Redmi Note 3 Pro или Note 4 и получить камеру уже на голову выше. По части записи видео всё тоже довольно бюджетно, но, наверное, не стоит ожидать от камеры бюджетного смартфона киношного качества. Съёмка видео осуществляется в 1080p или 720p с фреймрейтом 30 фпс или 720p 120 фпс. Замедленная съёмка. Передняя камера 5 Мп, апертура f2.2 без автофокуса. Съёмка видео 1080p или 720p 30 фпс. Снимки на фронталку получаются посредственными даже при хорошем освещении. Но для скайпа или видеозвонков сфоткать себя, чтобы не забыть, как ты выглядишь, сойдёт. В итоге про камеры я могу сказать следующее. Если вам нужна хорошая камера за дёшево, то берите Redmi Note 3 Pro или Redmi Note 4. Если вам нужна идеальная камера, вообще без оглядок на всякие если, то это однозначно OnePlus 3T, но стоит он 500 баксов. Ну а Redmi 4 Prime бюджетник, и снимает он бюджетно. Звук из внешнего динамика довольно громкий, без басов, с намёком на хрипение на максимальной громкости. Его не хочется выключить, но и меломанским я его назвать не могу. Звук как из внешнего динамика, так и из наушников совершенно обычный. Встроенный эквалайзер с пресетами для фирменных наушников ещё могут спасти ситуацию, но это опять же дело вкуса. Для меня после ZTE Axon 7 и Nubia Z11 смартфоны вообще все по большей части звучат совершенно одинаково, и Redmi тут не исключение. Для идеального бюджетника Redmi 4 не хватает только глобальной прошивки. По программной части мы имеем китайскую MIUI 8 на базе Android 6.0.1. Глобальной прошивки на Redmi 4 Prime пока нет, но учитывая огромную популярность данного смартфона, она должна быть. Если такой расклад вас не устраивает, то можно подождать глобалку, либо прошить на кастомную прошивку с русским языком и гугл сервисами. Также можно русифицировать под рутом через More Local или вообще прошить на Cyanogen. Если вы ничего из того, что я сказал, не поняли, и вам на какой-то момент даже стало страшно, то я на полном серьёзе прошу вас не покупать данный смартфон, а присмотреться к чему-нибудь из вашего магазина около вашего дома. Я не прошивал смартфон, не рутовал, потому что мне лень. Просто поставил гугл сервисы через гугл инсталлер и хожу радуюсь, мне норм. Китайский сток полон китайских сервисов, которые присылают свои китайские уведомления, но работает прошивка весьма неплохо. Сток стабилен, быстр, почти не нужно настраивать, чтобы приходили уведомления. В этом году покажут MIUI 9 и Redmi 4 Prime однозначно получат данное обновление. По части плавности и стабильности у меня нареканий к смартфону нет. Он не тормозит, не тупит, его использование не раздражает. В целом для смартфона за 140-150 баксов он отрабатывает свой ценник на все 100%. Ну и довольно болтовни. Думаю, пора заканчивать, загибайте пальчики, будем считать плюсы и минусы. Плюсы. Дизайн, внешний вид и сборка. Дисплей с хорошим разрешением. Объемы памяти. Железо и бенчмарки. Показатели троттлинга. Уровень нагрева. Энергопотребление. Игровая производительность с учетом ценника. И наличие аппаратных фишек. А вот к минусам я отнес связь, потому что поддерживает мало LTE пендов. И отсутствие глобальной прошивки. Но, наверное, это исправит. В итоге я могу с уверенностью рекомендовать к покупке Redmi 4 Prime. Не нужно экономить и брать младшую версию Redmi 4 на 430 Snapdragon. Разница в цене несущественная, зато разница в юзабилити огромная. Redmi 4 Prime это отличное недорогое устройство, которым хочется пользоваться. Это приятный смартфон, который долго живет. Тянет тяжелые игры и у него не самая худшая камера. Но самое главное, это его ценник. Он просто взрывает мозг. Я прекрасно понимаю производителей, которые делают хорошие смартфоны задорого. Ведь мощные процессоры, емкие аккумуляторы, металлические корпуса стоят дорого. Но в моей голове не укладывается, как Xiaomi удается делать хорошие аппараты настолько дешевыми. Я не вижу, на чем они сэкономили. Я не понимаю, почему конкуренты не делают так же. И самое главное, я боюсь даже представить, насколько крутые смартфоны нам покажут конкуренты в 2017 году, чтобы переплюнуть Redmi 4 Prime по соотношению цены и качества.